Приговор На самом деле мы нарушаем принцип презумпции невиновности Ответственность наступает без вины Это очевидные факты И очевидные правовые пробелы И мы безусловно должны его урегулировать Будем того, что в первую очередь я считаю, что эти поправки не очень нужны Но я бы все-таки более глубинно подошел к праву собственности Почему? Потому что здесь идет нарушение права собственности напрямую И у нас прозвучало, я не помню у кого-то, что следует аргументировать тем, что вообще-то это не право собственности То есть мы изымали, это как бы да, тебе не принадлежит Я бы здесь все-таки пошел по пути того, что взял бы опыт европейских стран В том числе опыт Евросоюза, когда выработана была соответствующая конвенция о собственности Мне кажется, здесь все-таки закон должен быть принят о собственности И конкретно не только в гражданском кодексе у нас прописано, что такое собственность Отдельный закон, в рамках которого раскрывалось бы понятие собственности, да, виды эти собственности И дело в том, что даже вот понятие-то корпоративной собственности, оно у нас не раскрыто по толку И у нас бывает так, что допустим предприниматели, которые владеют бизнесом, скажем так, они бизнесом владеют через группу юридических лиц, примерно И трудно доказать, что вот ты лично там, да, являлся правообладателем и соответственно это твой товар лично каким-то образом был уведен Вот, это один момент Второй момент компенсации Здесь вот были попытки, насколько я понимаю, компенсировать вред причиненный со стороны государства В данном случае речь идет о вреде причиненного со стороны государства Конечно, надо вот в этом законе прописывать и механизмы компенсации Потому что, по-любому, если человек потерял собственность, ему должно, скажем так, ну, даже по гражданскому кодексу, да, любое лицо должно ему, виновное лицо должно возместить ущерб Поэтому, безусловно, конечно, механизмы эти должны быть Почему? Потому что я подчеркиваю, что право собственности, к сожалению, у нас, его, ну, де-факто, Россия, ну, сложилось так исторически, что она никогда не гарантировалась, да, начиная там с царского времени Вся собственность была в руках монарха, там, в советское время тут частной собственности не было Поэтому, конечно, надо подходить здесь более глубинно И тем самым мы уйдем от многих вот этих вот моментов, связанных с злоупотреблением Почему? Потому что право собственности, оно абсолютно Вот, и уже исходя из абсолютности самого права собственности, приоритета права собственности Уже какие-то будут определенные ограничения, там, изъятия и так далее, и так далее Здесь вот касательно, значит, оборота, я здесь полностью согласен, что те, скажем так, предметы, которые находятся в свободном гражданском обороне То, естественно, да, здесь вообще речи об изъятии в принципе не должно идти, только по судебному решению Исключительно по судебному решению, и причем на ответственное хранение, если даже не получается ответственное, ну, скажем так, добросовестное хранение, должна быть компенсация, это очевидно Это один момент. Второй момент, что касается ограниченной, опять же, да, здесь оборот, то я думаю, что, ну, скажем так, ну, есть, скажем так, товары, которые все-таки являются частью бизнеса И причем, скажем так, которые тоже ограничены в оборот, но тем не менее, тоже собственников здесь нужно защищать, предпринимателей тоже нужно защищать Ну, к примеру, да, оружие, да, тоже как-то, да, да, все равно, да, безусловно, здесь, я думаю, что злоупотребление будет Поэтому, конечно, здесь надо более детально подходить, и я думаю, что в первую очередь мы должны исходить из презумпции невиновности И если не доказана вина, то вот собственник ни в коем случае не должен страдать Если собственник каким-то образом пострадал, то должен быть соответствующая компенсация, все И здесь вот эти вот три, как бы, да, составляющих, они должны, да, вот, как бы, да, прописаны вот здесь, я, в принципе, их и вижу, да, вот, плюс в законе о собственности, это самое главное И интересное предложение, вот, позвучал вот Евгения Сергеевича о том, что нужен нам вообще отдельный закон о собственности Продумываем Да, но очень интересное предложение, потому что если с принятием этого закона, скорее всего, многие эти вопросы просто были бы снесены Не только здесь Да, в принципе, это было бы снесено Ну, исходя из того, что было выставлено, я только добавил, вот, Слава Андреевичу, один пример, последний, который хотел бы привести Это тоже самое, вот, в республике Башкортостан, в Уфе, торговая сеть 5 звезд Точно так же, под предлогом изъятия вещественных доказательств, у них изъяли два вагона электроники На следующий день приняли, там, решение о том, что в связи с невозможностью хранения, там, в Уфе, его отправили все это на хранение в Москву Конечно Не нашел Да, все это пропало Я несколько лет добивался правды Совершенно невозможно было найти виновных Товара нету, бизнес пострадал В итоге, вот, как получилось, через арбитральный суд, он все-таки добился возмещения ущерба Возместили ущерба в 6 миллионов рублей За счет казни? За счет казни И вот мы сталкиваемся тут с такой, не с одной проблемой, а с несколькими Все-таки, одно дело, страдает предприниматель, страдает бизнес Второе дело, наносится ущерб государству И третье, безнаказанными остаются, ну, скажем прямо, настоящие преступники Вот это вот приводит к тому, что это все продолжается Вот чтобы, конечно, это остановить, соответственно, поправки нужно внести Я думаю, что буквально в ближайшее время, может быть, неделя-две Мы с учетом, может быть, даже есть те новых высказанных приглашений Чуть-чуть доработать, и будем носить данные поправки Ну, для журналистов мы можем, например, пронатировать, что до конца веселья сессии? Ну, однозначно Помоис kupить 현ер Песня 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 Песня